Virtus.pro против Team Secret. Битва в нижней сетке. Best of 3. Комментировать для вас свой будет MailStorm и Light of Heaven. Да, необычное противостояние у нас ожидает. Никто не мог подумать, что в сетке лазеров такое могло произойти. Team Secret попадутся во втором, а то и в третьем раунде лазеров до Virtus.pro. И нашим ребятам нужно бороться. Однозначно, однозначно есть заготовочки, поскольку... Ну, сами Virtus.pro понимали, что переиграть дефолтными пиками, которые Team Secret знают, очень сложно. И мы видим вот то самое. Медуза и Магнус против милищников. Быстренько пробежимся по героям. FNG играет на саппорт Наги, Иллидан, Кэрри Медуза, Сайлансер на миде от года, Лил играет на Рубике и в хардлейне Фобос на Магнусе. А у Team Secret Пупей на саппорт Airshaker, Зайд, Darkseer, S4, Лина, Куроку, Тускар и Артизи Темплар Ассасинка. Ну, в общем-то, действительно, пик очень интересный от VP. Это мне напоминает тот момент, когда они еще были в VP Polar, когда они были NVMA и играли с Медузой и Магнусом очень-очень часто. Но это было в прошлом патче. Здесь, конечно, интересно смотрится пик Virtus.pro. И, как отметили наши аналитики, шансы у них, в принципе, неплохие. Нужно, главное, выдержать вот это начало. Потому что, в принципе, если смотреть в лейт, то шансов у Secret довольно-таки мало. Да, но с другой стороны, вот первый раз на этом TI была пикнута Медуза, но заходит пока она более-менее. Все-таки мы все прекрасно знаем то, что эта подруга очень хорошо обламывает миличников своей ультой. Нужно моментально разворачиваться. И первое нападение. Шекер попытался заблочить FNG с Лилом, но ребята отошли. Было очень близко, но фиссура легла не с той стороны, с которой нужно было Шекеру. Да, и стоит отметить, что действительно, статсмен наш очень верно заметил Медуза, которая пикнута на ласт пик без антимага у соперника, без какого-либо вайда, который может хоть как-то с ней справляться, и шансов убить такую Медузу, ну, практически нет. Ее нужно не выпускать из контроля. Даже несмотря на то, что у Лины есть шикарный бурс против Медузы, работает это не так здорово, так как она слишком толстая. Это один из самых, наверное, прочных героев в доте, если возьмет свои артефакты за счет мана Шелда. Ну и, в общем, посмотрим, что здесь у нас продемонстрирует ВП. Итак, год начинает меняться с Артизи, ставится фиссура. Ну, естественно, она не перекрывает здесь проход. Помогает также вначале Лил своему соло-мидеру. Ну и на верхней линии у нас Дарксир. Ну, в общем-то, Медуза стоит линию, ну, должна стоять линию достаточно неплохо. Все-таки это рейндж-герой, и есть у нее замечательная способность Мистик Снэйк. Буквально легкая поддержка ей понадобится вначале, после чего должна чувствовать себя великолепно. Да, также хочется отметить то, что Магнус, которого взяли в Виртуз Про, заходит сюда довольно-таки здорово. То есть он хорошо может контрить всякие врывы Тимпларочки с Дарксиром, может спокойно застанет всю армию иллюзий, которые будут носить ДПС. Но при этом Эмпавер, Саленсер и Медуза, на которых он повесит, бафует их нереально. То есть что от Саленсера мы получаем чистый урон снизу, у нас нападение на Фокуса, но он уходит. Так вот, что на Саленсера? Эмпавер, который ты повесишь, он увеличивает твой ДПС за счет того, что чистый, ну, дополнительно считается чистый урон. Ну, а Медуза бьет по пяти целям. И вот на месте Сикретов нужно что-то придумать. Потому что в замесе 5 на 5 и мало чего светит. Это страшный действительно замес. В свое время как раз-таки НВМА и брали Магнуса и Огра, и просто скидали Бладласт, скидали Эмпавер на Медузу. И буквально даже с минимальными артефактами он наносил уже очень-очень хороший дамаг. Вообще, конечно, интересно увидеть и Нагу, и Медузу, двух одних из самых жестких героев лейтгейма в одном пике. Но при этом действительно Сикреты дают шансы. Они вместо того, чтобы начать наказывать, вместо какого-то пуша, вместо какого-то чена, как мы видим, взяли сами героев, которые, в общем-то, поддавить вначале не особо могут. И линии у них не особо сильные, и давление на вышке не такое хорошее. Цепляют Года. Ох, как было близко. Буквально небольшой промежуток вот здесь вот остался для того, чтобы он смог пройти. Но в любом случае у Года уже довольно серьезная тычка с руки. Также есть Ластворк, с помощью которого он старается харасить. И также взял на первом левеле, на четвертом левеле, на единичку курсу для того, чтобы выжигать Артизи Ману. Артизи без МП стоит. Это, кстати, очень хорошее решение, вот так вот харасить именно по Мане темпларку. Это потрясающий выбор. Самое главное то, что ты берешь только на единичку. Его, естественно, максить не надо, потому что со временем этот скилл будет немного бесполезным. Но вначале для того, чтобы сбивать тот же рефракшн, который вешает на себя темпларочка, это заходит хорошо. И Артизи, как это необычно, но темпларка идет фармить свои леса. Хотя этому герою нужно выигрывать свой лайн. Я бы отметил верхнюю линию. Зачастую не так важно, сколько заденайл Кэрри персонаж крипов. Но вот на линии против Дарксира это имеет потрясающее значение, так как Дарксир фармит щитками. И мы видим, что у Иллидана Крипстат 15-16-15. У Дарксира всего-навсего два крипа. И это очень много снизу нападения на Фобоса. И Фобоса забирают. Не успел он укатиться в своем скьюере. В итоге Ферсблат достается Сигретам. Ну что ж, Шейкера Тускара не реализует. Сигреты начинают давить на самую большую и слабостью Виртуз Про. Это хардовый Магнус. Герой не может каким-либо образом заблочить крипов так, чтобы можно было заточить их себе по Тауэр. У нас тут нападение опасное в центре. Гот махается с Артизией. Соло. Да, причем Артизия довольно-таки хорошо пострадал. Магнус снизу он не может как-то вытащить для себя линию, поэтому ему приходится рисковать. Обязательно подходить. Возможно, даже иногда умирает, чтобы получать экспириенс. Но самое главное, чтобы линия стояла у него под Тауэром. Лина очень хорошо его харасит. Не на победе на Артизии. В очередной раз Лил старается забрать, но выживает. А выживает Ли? Выживает Ли. Гот идет дальше. Еще буквально одной тычки не хватает. Артизия выживает. Есть рефракшн. И Года, скорее всего, здесь не отпустят. ФНГ пытается снизу помочь. Есть ли фиссура? Нет. Фиссуры нет. Но есть шарды. И Года забирают. Да, пожадничали ВП. Артизий был близок к смерти, но не хватило буквально одной тычки Сайленсеру для того, чтобы сделать этот фраг. В итоге 2-0. Хотя стоит отметить, что 19 на 12 в целом свою линию отстоял год очень неплохо по крипам. И вот непривычно видеть темпларку, которая настолько слаба на лайне. Да, но Team Secret у нас мгновенно перетягиваются. Из-за того, что линия снизу пропушилась, и Магнус у нас уже четвертой с половиной, хорошо он себя чувствует, то они абсолютно бесполезны. Тот же Шейкер, тот же Тускар, они не хотят рваться под Тауэр. И из-за этого им приходится перетягиваться на центр. Поэтому Сайленсер у нас сейчас под ударом. По-моему, Дарксеру пора уходить в лес, потому что с фейзами, если и без фейзов Элидан добил здесь всех крипов, то с фейзами шанс на то, что Дарксир что-то сможет сделать с щитками, по-моему, минимальный. Просто не прощает Илья. 28 на 26. Ну, видно, перед игрой хорошенечко он размялся. Может быть, вчера провел солидную тренировку микроконтроля своего на линии. Но, насколько я знаю, Элидан любит такие темы. И это одна из его сильнейших сторон. Любит. Это практически сильнейшая сторона любого мидера, любого керри-героя, который, зная, что у него будет интернешнл на следующий день, и нужно будет кем-то поиграть, там, Медуза, СФ или кто-то еще, он стабильно заходит и по 10-15 минут добивает крипов. Причем без айтемов. Чтобы был минимальный урон. Ну и по Илье видно, что да, время он даром не терял. Тарксир по-прежнему не может найти для себя места. Он стоит сверху третий левел. На самом деле немножко проседает, поскольку Солу Рингу он только сейчас себе несет. И у Виртусов появляется пространство, потому что Элидан уже не чувствует этих... этих крипов под щитками. Фобос. Не дали ему забрать инвиз. Фобос отсюда уходит. Ну, четвертый левел у него есть. Вообще, на самом деле, ситуация для ВП чем хорошо, потому что, действительно, Магнус-то в лес уйти особо не может, но он четвертый с половиной левел. А Дарксир, который может вроде бы фармить леса, третий и до сих пор остается на лайне. И такая необычная ситуация, что и Магнус выносит со своей линией больше. Как ни странно. И вот сейчас смещается, возможно, попробует зафармить леса. Да, Элидан также уходит в леса, оставляют линию для Лила для того, чтобы получил он свой левел. И, возможно, также Наги Сирения чуть позже предоставят такую возможность. Но это довольно-таки важно. Сплитшота, правда, все еще нет у Элидана, и фармить он здесь будет довольно-таки долго, хотя Фейзы и Мистик Снэйк позволяют разбираться с лесными крипами. Ага, оставили Фобосу. Вот такое решение, то есть, чтобы Магнус подфармил. Чтобы он взял быстро шестой левел. И у Зая появляется пространство. Зая начинает этим пользоваться. Выводит крипов на нейтрала для того, чтобы больше получить. Также линия у нас столкнется вниз. И у Team Secret начинается хороший лейдинг, потому что темпларочка в миде начинает подфармливать. Сверху также у Зая все хорошо. И С4 на линии. 45 крипов двигается. Находит Элидан, у него 300 хп. Артизи в инвизе. Может быть очень опасная ситуация. Здесь же Лил. Надо фласочку издать для Элидана. То есть, у него почти не хватает хп. Нападает здесь на Года. И у Года проблемы. Есть стики, есть Год. Он подходит сюда. Артизи дает глобал. И под ультой Медуза начинает расстреливать. Ой-ой-ой, как же сейчас зашли. Уже пожалели об этом Сигрид. И Год выживает. Буквально последних хп на стиках. Убивают Лину. Кэрри Лину убивают. У Артизи также проблемы. Его ловят в сетку. Это минус Артизи. Фантастика. 2-2. Но умирают два корк персонажа. Это была, по сути дела, первая такая вылазка. Попытались наказать Virtus.pro Team Secret за вот такой вот фарм. Но в итоге нафидели. И очень серьезно. Тысяча золота в копилку Virtus.pro. Тысяча нетворса. Также продолжает у нас фармить Магнус. Уже скоро появится у него шестой. Видим, что восьмой левел Медуза. Четвертый Рубик пока что. И третья Нага. Ну, немножко проседают саппорты. Хотелось бы им, конечно, отдать немножко левела еще. И тогда у ВП будет все просто замечательно. Да, вот комбинация Silencer плюс Магнус. Ну, очень два сильных героя в лейтгейме. То есть подтимпает очень хорошие год. Нападение на него. Летит сюда. Также Нага Сирена. Но вряд ли она сможет чем-то помочь. Поэтому отменяет ТП. Да, года здесь просто зажали и фиссуры, и шардами. И всем, чем только можно. И умирает Silencer. Ну, нужно пользоваться этим тайминговым окном. Пока нету Глобала. Пока нету еще у Магнуса артефактов левела. Нету Сна. Потому что дальше нападать будет тяжело. Сон, РП, Стоунгейз. Это фантастический потенциал в замесе. Да, работает хорошо. По поводу замеса. Мало того, что Магнус и Саленсер, они в целом начинают потихонечку рваться на профессиональную сцену. Поскольку у нас все больше ищут героев, которые способны убегать 5 на 5. Так они еще вместе идеально сочетаются. Потому что когда ты дал РП, самое страшное, что какой-то Рубик или какой-то герой сможет тебя засейвить. Там может быть какая-нибудь Нага до Сон. Но благодаря Глобалу ты ничего сделать не сможешь. И Секреты начинают шевелиться. Бросили вообще свою легкую линию. Такое довольно-таки неожиданное решение. И Вирту Сайд теперь прекрасно понимает, что в свой лес лучше не заходить. Потому что Team Secret посильнее. И Тавар сверху отжали. Разбили вард в лесу в своем, для того, чтобы спокойнее перемещаться. Ну да, ты хорошо заметил. Действительно, вот по ДРП мог бы запрыгнуть какой-то тускар, спрятать всех в сноубол и не дать нанести урон. Но под с Глобалом такого невозможно. Да, невозможно. И сейчас время обороны. Необычно ставят Вирту Сайд с Н3 в своем лесу. Просто посмотри, какое количество. Одна, вторая. Делают все возможное для того, чтобы не чекали. Не чекали. И нашли Зая. Зая у нас загулял. Очень хороший вард поставили суппорта команды Вирту СПРО. И Зай пока. Отличный фраг. Медуза забирает еще один килл. Дарксир пока что фактически бесполезен. У него ничего нет. У него слишком маленький левел. Мы видим, что Магнус его чуть-чуть даже опережает. И Дарксиру нужно довольно-таки много для того, чтобы хорошо себя чувствовать в драке. Там раскачать свой вакуум. Мекку вынести. Но пока что для нее довольно-таки далеко. 3-3. Становится счет. По-прежнему защитная дота от ВП. Прекрасно они осознают, что, в общем-то, им особо на соперника лезть не нужно. И здорово обороняются. Team Secret активно пошли в атаку. Лина, не успев доформить свой угол, начинает перемещение по вражескому лесу. Из-за этого у него немножко сбились тайминги. И никого она не может забрать соло. И похоже на то, что там Пупан, С4, да и вся команда Сикретов нервничает, так как они прекрасно понимают, что ждет лейте. Проблемы у Лины. Выехали за ней. Нужно делать С4 телепорт, но стоит так же... Нет, Макнус не побежал. Я думал, Фобос пойдет до конца, но решил он сыграть поаккуратнее. Вертусам никуда торопиться не стоит. Да, можно попробовать забрать какие-то ТВРА и постараться наизать тимфайты. Но с другой стороны, он пока у них стоят мид-тавер, тавер снизу, то нужно его использовать и защищаться. Очередной смок от Сикретов и нападает на Годов. Успевает переключить ТП. Кастует Глобал, но не успевает их двоих зацепить. В итоге Года разрывает, подходит сюда Фобос. Отменяет, отменяет РП до последнего. В итоге забирают все-таки у нас Тускара. Также большие проблемы у Зая. Зая тоже падает. И в итоге Год разменен на двух героев. Да, с Глобалом он, конечно, поторопился. Герои в Сноуболе невосприимчивы к данному спылу, как мы видим. Ну и, в принципе, что же. Все равно драку выиграли Вертус Про. Двух героев разменяли. Нету теперь Глобала, но Медуза берет себе барабаны для того, чтобы быть боеспособной. И без двух героев вряд ли здесь смогут нападать. Но мы сейчас посмотрим, пока без Глобала Сикреты чувствуют себя поувереннее. И Лина, Шейкер, Симпларочка, все успевают поражать свои спылы. И Вертуса вынуждены отдавать этот Тауэр. Подходит С4, хорошо пробивает Иллидана. Год откидывается, но Тауэр... Тауэр динает. Динает Год. Нападение на Иллидана. Есть РП, есть РП у Фобоса, но он... Он промахивается, нет, он все-таки станет четверых. Все стоят в куче. Но Лагуна и Медуза умирает от шардов. Стан от Лины по хрипам. В итоге цепляют. Здесь у нас еще и ФНГ. ФНГ также отправляется в таверну. И остается только Год, у которого нет Глобала. Его замедляют. Шарды от Рубика. Лил подходит. Поднимает воздух. Год. Сноубол. И сейчас все покатятся на базу Вертус Про. Пошел Сноубол. Смогут ли зацепить? Нет, не докатились. И остаются в чудовищной позиции. Минус Тускар. Артизи. Убивает Лила. Пытается сделать телепорт. И уйдет отсюда. Минус четыре героя у Вертус Про. Как же неудачно сейчас они подрались. Я бы сказал, как же хорошо ворвались тем Сикрет. Мало того, что не было Глобала. У Медузы было очень мало маны. И Стангейс был в КД. Из-за этого это Сикретом развязало все руки. И ребята пошли в атаку. Если брать лобовое столкновение сейчас, то Нюки и Раскаст у Тим Сикретов повыше. То есть что Шейки, что Дарксир дают. Хороший проказ, вакуум и щитки Лина дают дичайший бурст. А у ВП мы видим, что пока все герои зависимы от айтемов. Для того, чтобы выдавать хороший ДПС Медузе и Сайленсеру, нужно что-то иметь. Ну и по ДРП ты видел. РП дали, но ДПС было мало и никого не забрали. Фактически уже мертвая Медуза была буквально чуть по-другому, растая в позицию. Может быть что-то и получилось. На мой взгляд, ВП стоило просто отдавать этот тавер, пока у них не было Стоунгейза. Один тавер это в принципе не так много, как они потеряли. Они просто потеряли и этот тавер, и потеряли еще четверых героев. Да, размен был более-менее. Ну и теперь у нас Глобу откуда? У нас также имеется Стоунгейз. И Вирту сам нужно срочно предугадать, куда же пойдут Сикреты. Есть у них отличный оборонительный вард. Вот такой вот стоят также с интриги по-прежнему и контролируют свой лес. Но довольно мало начинают сейчас фармить ВП. Вот только сейчас сплитшот появляется у Медузы. Это, конечно, пока что только задел. И вряд ли она вообще его будет включать в драки, так как урона у нее очень мало. Хотя, может быть, и попробуют. Но потихоньку-потихоньку Иллидан обрастает артефактами. Под Эмпауэром, как видим, уже 150, уже хотя бы что-то. Год взял Виталити Бустер. Возможно, будет какой-то быстрый родов Атос. Хотя не совсем понятно, насколько он здесь заходит. Вот именно за счет своего замедления против Дарксира. Но статы дает неплохие на ранней стадии, что здесь очень пригодится год. Да, статы дает он просто топовые. И выход на низ. Виртуста стараются как-то подпушить Тавер. Но сами понимают, что ДПС в эти Тавера мало, поэтому отступают. И начинается игра Тимпларочки, в которой она как нельзя хороша. Пока Тимпларочка подпушила вверх, стараются поймать Секреты снизу или в центре кого-то на смок-атаке. А Виртуста понимают. Виртуста все прекрасно понимают. Далеко находится Артизи. За ним наблюдают. И в итоге взяли сейф-позицию, так чтобы нельзя было к ним подобраться. Да, такая суперзащитная игра от ВП. Но не сказать, что Секреты формят, вот как вчера формили ЕГЭ, против ЕХУМ. Всю карту Секреты стараются делать вылазки. Вылазки не всегда успешны. Это время. И за это время ВП успели зафармить свой лес. Эншентов. И, в общем-то, чуть подняли на Творс. Магнусу остается 1100 до блинка. Ну, нужно потерпеть слегка. Тут есть еще один момент, что Секреты начинают перефармивать. Если посмотреть на графики, то они немножечко растут вверх. Уже 4000 голды. И вот трапы, трапы Тимплара Сатинки начинают докладывать, где находятся их противники. Контролируется выход на Рошана. Также перетяжечка на Эншентов. Параллельно у нас тут еще одна трапа, которая показывает, кто идет наверх. И Вирту сам нужно попробовать какой-то смуганку. Артизия. Лина тем временем стирает Магнуса, пока был выход на Артизии. Да, Артизия зацепить не получилось. А вот у Лины уже есть Еул. И Еул это шанс инициировать буквально в одиночку. Лина перетягивается на низ для того, чтобы контролировать фарм Виртуз Про. Если мы наблюдаем за тем, что Артизия в соло стоит и фармит топ, и периодически отступает, то Лина забирает нижнюю часть карты. И получается прям замок. Очень тяжело зацепить Артизии в такой ситуации. У него довольно-таки неплохие статы. Он взял себе ПТшечку. У него рефракшн, который пробивает также непросто тем, что есть у Виртуз Про сейчас. И, в общем-то, не могут они напасть на него. Поэтому он чувствует себя слишком здорово. Ввармливает верхнюю часть карты. При этом все остальные герои зажимают ВП. Ну вот на таком где-то пятачке. И фарм, конечно, получается очень ограниченным. Но также хочется еще отметить шикарный вардинг. Помимо трап стоит очередной вард от Team Secret, который показывает очень много. То есть сейчас вся команда Рейдин знает, что Виртузан находится вот здесь. И пошли с Моганг. Вот это грамотно. Пора наказывать вот этого товарища, потому что он абсолютно обнаглел. Выходит на него Элидам, подходит ФНГшка. И это легчайшие два интеллекта для Саленсера. Да, у Лила была сворована Лагуна, с помощью которой он и делает этот фраг. Хотя фраг достается Хобусу, что, кстати, даже лучше. Хобус забирает Киллинг Спри. У него полторы тысячи. Сейчас ему еще немного подфармить. И, возможно, будет Блинг. Тэмпларка был очень жирный фраг. Тысячу монет практически за нее получили. И ошибается, ошибается. Вот очень мне это напоминает вчерашнюю игру Ехоумов против ЕГЭ третью, когда Сумаил на ВРке развлекал так же, но он практически не попадался до самого конца. И это принесло свои плоды. За ним бегали, его пытались убить. Он просто выигрывал огромное количество времени, пока вся команда фармила. Артизи здесь ошибается. Такие ошибки для ВП просто подарок. Но все то время, которое он фармил сверху, оно однозначно принесло для него свои плоды, поскольку сейчас у него уже есть Дезолятор на 17-й минуте, и Сикреты готовы выходить на Рошана. Теперь очень опасный тайминг. Вертуса не знают, что есть Дезолятор. Тимпларочка может забрать его почти в соло. Нету какого-то супервижена, разве что иллюзии Наги. И Артуру будет таймить, когда же этот выход. Но теперь знают, что есть Дезолятор, видят его. Однако Магнус почти вышел в блинг. Есть также Нага Сирена, что дает некое преимущество при драке на Рошане. Если хорошо использовать Сон, можно сделать действительно очень многое. Прожимают хороший Смог. Вроде бы не попали они в Вижен Вардов, но не совсем понятно, куда вот эти два героя пойдут. Хотя у Лилы есть Лагуна. И с Лагуной можно здесь придумать действительно очень неплохой фраг. Также наверняка можно попробовать сделать Глобал. Видят двух саппортов. Но не решаются на них выходить. Идут глубже. Здесь же год, но году не пройти вообще никак. Так, стоят отличные Варды. Опять же супер агрессивные. Так, ну и поставили ВП свой Вард. Сон. Сон цепляет двоих. А что будет дальше? Подходит Лил. Подходит Магнус. Будет ли Глобал? Глобал дается. РП в двоих нужно успеть забрать, но не успевают. Мека заходит. Медуза также кастуется с Тунгейн. Все, потратили ВП. Если они сейчас не сделают фрагов, это будет катастрофа. Тускар в сноуболе катится на Лила. Лил. Не успевает ничего сделать, но остается жив. Все пуловые шейкер, кастует ульт. Минус Сайленсер. Нет, минус Медуза, минус Рубик. Сайленсер на лоу ХП и УВП огромные проблемы. Сайленсера цепляет фиссурой. Тускар шардами забирает года. Остается одна только Нага. 14 стиков есть. Прожимает, делает телепорт. Но не удается это сделать. Цепляют также ПНГ. И это минус. Как же сейчас рискнули Виртуз Про и как они были наказаны? Да, не успели подойти у нас всей команды. Казалось бы, были на месте главные герои и инициаторы. Это Нага, Рубик и Магнус. Но эти трое абсолютно ничего не делают в РП, когда там находится Меда. Главные дамагеры просто не успели подойти в замес. Ну и также хочется похвалить С4. Моментальная реакция. Сразу поднял Магнуса и просто законтролил этот момент. Вот Фобос сейчас понимает, что если он не купит себе Блэкинг Бар, то он никогда в жизни не сможет увезти своих оппонентов. Поэтому нужно будет как-то... Ну, нужно срочно варить себе Блэкинг Бар. Да, но пока что начинает блинка. Очень быстро забирают Рошана. Вряд ли ВП здесь будут траться. Это суицид. Это суицид. Да, шансов никаких нет. Разве что Магнус попробует своровать что-то с блинка. Видит Лила, которая у нас... Ой, закрывают. Попадают шарды, врываются на него. И можно постараться разменяться. Подходит сюда Магнус. Очень хорошо увозится к уроку с Артизи. У Артизи Аегис нужно забрать. И Лидан хастует ультимет и начинает нарезать. Забирает к уроку, остается Артизи. Замораживается, но Team Secret сюда подходит. И Лидан понимает то, что нужно бежать. Очень опасно. Невыгодная драка, потому что все в кулдаунах. Но Аегис выбили. И теперь нужно спасать. Арсир, потрясающий вакуум. Под второй спелл Эрдшекера. Забирают также у нас годы. Она уходит на ТП. Ну и Виртус Про смогли выбить Аегис. Смогли забрать Тускара, но потеряли трех героев в очередной раз. Да, очень тяжелая ситуация становится. Но это была авантюра. С моей стороны, когда у тебя нету трех важнейших кулдаунов. Это ульта Сирены, ульта Сайленсера и Магнуса. То идти на такие драки, это выгодный размен для Team Secret. С другой стороны, сейчас появляются почти все с пылы. Stone Gaze откатит очень и очень быстро. И есть шанс хорошо подраться. Но здесь уже у Templar Blink. Она сможет ссирать очень и очень быстро. Вот залетает Шейкер. Получает тот же в весуру. Пупей гнет стики. Но вышка его избивает. Еще километ. Пупей переагривает вышку. Но Лил добивает его с руки. Лила забирает Templar. И Templar отвозят на базу. Нужно каким-то образом сбить ей Blink. Но под рефракшем это невозможно. Мэлдом уворачивается от сетки. Здесь же Год. Сурдж кидается на Артизи. Артизи бежит дальше. Цепляют, однако, Зая. У Зая совершенно нету маны. Блин будет через 6 секунд. Ну и ушел Артизи. С трудом, но все-таки ушел. Однако, размен получился очень неплохой для ВП. Они забирают Шейкера в проигрышной ситуации. Они отбиваются. Ну и потратили не так много. Невероятная игра от Артизи. Я вообще забыл то, что ты можешь в Мэлде поймать себе абсолютно все с пылы. И потом спокойно улететь с Blink Dagger. И пик Team Secret начинает вести оборону. Вот наши аналитики подмечали то, что драться будет тяжело. Но с другой стороны, с другой стороны. Тускар всегда может собрать Blacking Bar. И даже если Магнус рвается, ты прыгаешь в Blacking Bar и захватываешь всю свою команду. Тот же Артизи мы видим вообще не обламывается. Ульф убегает с ЗНК. И тени сгущаются. Да, Virtus.pro по-прежнему продолжают отставать. 12 тысяч золота с таким хорошим началом. Но с Сикретом нельзя ошибаться в этой игре вообще. Если они допустят ошибку и ситуация выровняется, камбэк будет сделать очень сложно. И они играют очень грамотно. Несмотря на то, что у них есть перевес, они сплитывают по всей карте своих оппонентов. Заставляя Virtus.pro делиться. Да, у них потрясающий тимфайт, но только если они играют вместе. Однако, если Medusa, Silencer, Magnus будут где-то находиться по одиночке, то шансов у них очень мало. И наблюдаем за тем, что Virtus.pro пошли пушить вниз. А Team Secret, имея колоссальный ДПС за счет Дизоля на Тимпларочке, начинает бить Т3. И Virtus.pro нужно уже тэпшиться на Тавер. Да, подходит сюда Naga. FNG готов цеплять сосна. Но у Тимпларочки есть Blink, поэтому она уйдет. Да, отступает у нас Артизия, отступают Zai и Кура также вместе с ним. Снизу остались Иллюзии Наги Сирены. Ну и пышку пробить не удалось. Не самые лучшие герои также у ВП для того, чтобы дамажить эти ТВРА. Очень здорово ты действительно заметил по поводу вот этих вот соло-передвижений. Как мы видим, у Darkseer Blink, у Тимпларки Blink все очень мобильное. Все цеплять тяжко. И за счет вот этого перевеса в золоте они могут себе позволить двигаться по одному по карте. Blink это одно из самых лучших оружий против Сна, потому что если тебя зацепили и нет какого-то там щитка, Darkseer или может быть еще какие-то спилы, которые имеют такой периодический урон, то ты почти всегда сможешь сделать Blink Out. Так что сейчас, ну, нужно какой-то Хекс для Virtusoft нафармить. На хосте Артизия бежит. Хекс может спасти игру. За Фобосом. Фобосом могут быть проблемы. Фобос успевает, блинкнулся? Ну, реакции хорошо уходят. Решил для себя сделать форстаф, чтобы передвигаться быстрее. Так, С4 сварил Bloodstone 2000. У него есть сверху. Стоит по-прежнему этот варк. Он простоял все 7 минут. Последние 10 секунд, но может дать решающий вижен. Пупей с блинком. Пупей вчера на этой точке просто перевернул игру от E-Home. Очень опасная ситуация. Будут ли врываться? Подходит также у нас Тускар. Сзади все в смоках. Хорошей позиции Магнус. Но Медузу влетать будет слишком рискованно во вну. Дают ей стан. Отличная, отличная позиция. Вертус Сохо. Посмотри, как Тим Сиккер поставится идти. Нападает на С4. Магнус его привозит. Поднимает себя в С4 и дынается. Тем временем нападение на Иллидана. Но Иллидан тут же жмется Туингейс. Жмется Глобал. Минус стенка. Артизия сверху начинает ломать вышку. Но не успевает нанести много урона. И в итоге минус С4, который успел за дынается. И золото за него не получили. Лил пытается сбить Блинк. Сбивает Блинк урной. Но тут же отступает у нас Артизия. Кура ловит в сон. Есть Сноубол. Нету Сайланса. Ну и посмотрим. Будет принимать эту драку Сигрет. Кура спрятался. Спрятался в Сноубол. Накатился. Кура. Минус Куроку. Зай. Потрясающий влок. О, мой шейкер. А что? Трят. И тут же влетает Магнус. Удает потрясающий РП. Но смогут ли выжить здесь ВП? Гот. Падает от Дезолятора. Также большие проблемы у Лила. Фобос успевает Блинкануться. Что с Лиданом? Лидана преследует. Лидан попадает на стан Лины. И, боже мой, что же творят Тим Сикрет. Какая комбинация. Ну это был байт от Бога. Уже я поверил в то, что Зай убегает. И вся команда Тим Сикрет отступает. Но в последний момент, в секунду, когда Тускар уже ушел. Вертуса расслабились и проказ пошел. Да, Фобос в итоге без РП. Нету также у нас Тонгейза. Глобал будет еще целую минуту откатывать. А Таварта падает. И падает очень быстро. Нужно каким-то образом сейчас задержать Лина. Успевает... Нет, не успевает поднять Магнус. Получает довольно много урона. Однако вышка падает. Можно минусовать Бараки. Да, конечно, клава команда Тим Сикрет поражает вот в такие моменты. И с такой довольно-таки непростой ситуацией, скажем так, они выбрались. Сетка блинком и выйдет в сетку. Очень здорово играет Артур Бабай. Практически все сплы удается ему отвейдить своим мелдом, либо блинком. Ну и сносят милишный барак. Особо не жадничают. Рейнджовый, конечно же, барак. И уход. Преимущество продолжает расти. Это уже почти 20 тысяч. Матч на Виртус ПРО. Тяжелейшая ситуация. Честно говоря, после такой игры, мне кажется, очень тяжко им будет оправиться, если проиграют. Потому что вроде бы взяты такой хороший пик. И все смотрелось у них здорово. Но Сикреты на своих микро-тактических каких-то моментах побеждают. Вот очередной вард опять на этой же точке. И опять он стоит. И опять он палит все передвижения ВП. Очень хорошо Team Secret разводят. Сами Team Secret, как мы видим, они еще не разу со своим преимуществом в лоб 5 на 5 напали. Чувствую, что им это нафиг не надо. Все инициации и все поражения Виртуса были на этой карте только за счет того, что они первые шли в атаку. То есть это было у нас здесь вот на центре врыв на ту же компакт. Вслед за этим у нас попробовали забрать Тускара. И все, что они делают, это разводят вас на ваши кулдауны. Как только это получилось, то потом ребята спокойно заезжают. Поэтому Виртусам нужно успокоиться. Нет Рошана. То есть точнее нет Рошана. Еще буквально 2 минуты. Можно спокойно посидеть, поформить. Есть потрясающий Team Fight. И нужно играть Адефонс грамотно. Лилвин Визия может очень неплохо сейчас спалить. Палит трех героев. Но нападать на них рискованно. Да, тем более есть лад. Поиск Уидли. Уидли Лилва. Дает фиссуру на отступление. Ну не дают, не дают возможности. И все сбежали. Ищи. Еще и тотем своровал. Вместо фиссуры Пупей перекастовался. Скади на Медузе. Вот теперь Медуза выглядит сурово. Очень хорошо будет замедлять Тим Пларочку во время драки. Вряд ли у нас Тизис сможет куда-то бегать. Параллельно Скади это самые лучшие статы для ней, которые дают абсолютно все. Ну и вообще айтем хороший. Фактически топ-1 для нее. Ну да, за счет сверхуардов просто всю агрессию ВП и Вейд. Сикрет и тем временем выход. Год получает стан. Год может не выйти. РП потрясающий вакуум. Магнус увозит двух героев, но не довозит их на все. ДФГ Году сбивает. Репорт. Варлус панч. Минус год. Глобал он не прожал. Но РП нет. Пытаются зацепить также Фобоса. Фобос откидывается волной. Подходит сюда Медуза. Медузу поднимают. Воздух сажают на стан. Статов много. Мага Сирена кастует Сон. Ну и это минус Сон. Минус РП в очередной раз. И минус Эвенсер при этом. Да, но Магнус почти заблажил. У Хобоса почти получилось спасти года. И теперь, ну теперь придется отдавать бараки. В очередной раз Team Secret развели своих оппонентов. За счет вообще full map business. То есть map control. Вокум Шейкер дает ультимейт. Весуру все накатывается в Иллидана. Иллидан не сможет поражать Стонгейст. Маны нету. Погибает. Это минус мир. Минус игра. Это я не знаю. Да, зачем они пошли. То есть ведь этот барак без Глобала, без РТВ Магнуса. Куда они ворвались, непонятно. И Team Secret пока слишком легко берут первую карту. Да, несмотря на всю предматчевую аналитику по пикам. Несмотря на действительно хорошую позицию. Начиная где-то с 15 минуты игры. Потрясающее исполнение. Грамотные разводы на кулдауны. Индивидуальная хорошая игра. И Сикреты в итоге за 29 минут. В общем-то довольно легко.